Памятную дату отмечают во всем Содружестве. Из Грузии на войну отправились 8 тысяч солдат и офицеров. Каждый год они встречаются, чтобы вспомнить боевых товарищей. На одной из встреч побывал Михаил Рабакидзе. В доме ветерана-афганца Нукзара Кахниаури встреча с друзьями традиция. Прошло 30 лет, а они в душе все те же мальчики, которых сразу после школы послали на настоящую войну. Задача, которая перед нами стояла, это пресечение поступления оружия и наркотиков из соседнего Пакистана. Так называемые караваны сопровождали опытные бойцы и инструкторы. Среди них были и соратники Бен Ладена. Они отличались формой одежды и манерой носить оружие. Тогда ребятам было по 18-19 лет, полгода в учебке и сразу на передовую. Горы, ущелья, перевалы. Для военнослужащих из Грузии рельеф привычный, поэтому в основном их распределяли в разведку и в бригады особого назначения. Там были сопки, блиндажи строить не получалось. Мы сутками наблюдали за противником со склонов. Бывало, что нас замечали. Тогда была ситуация кто кого. Нужны были железные нервы и выдержка. Местным доверять было нельзя. За улыбкой крылось предательство. Черно-белые фотографии и медали за отвагу афганцы хранят как историю своей молодости. Испытание, которое выпало на их юность, у многих стерлось в памяти. Но они уверены, участники тех событий никогда не потеряют друг друга. Мы научились настоящей дружбе. Это был большой боевой опыт. В части специального назначения, в которое я служил, было пять героев Советского Союза. Я помню всех своих друзей. Со многими дружу по сей день. Благо, современные технологии дают такую возможность. По традиции, летом в горах Сванетии собираются друзья-придоны из других республик. На этот раз обещали приехать однополчане из Таджикистана, Армении, России и Молдовы. Ну а пока тост за здравие живых и память тех, кто так и не вернулся. Михаил Рубакидзе, Хвича Самадашвили и Бесоми Кукишвили. МИР24. Документальный фильм «Афган. Преданные герои» смотрите сегодня в 23.50 на телеканале МИР. МИР24.